Здравствуйте, я Наталья Некрасова, автор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. И сегодня я расскажу вам о нашем новом курсе, интенсивный курс машинного вязания на двух фонтурах. Для многих две фонтуры представляют собой непреодолимую сложность, и наш курс предназначен для того, чтобы эту сложность убрать, чтобы подружить вас с вашей двухфонтурной вязальной машинкой. Приглашаю вас на второй курс изучения второй фонтуры. Проходить наш курс будет на вязальной машинке Silver 840. И предупреждаю сразу, что мы при вязании на наших курсах не используем никакие возможности машины, кроме, собственно, двух игольниц и иногда частичное вязание. То есть то, что мы используем на наших курсах, есть практически на всех вязальных машинках, имеющих две игольницы. Мы не будем использовать никакие дополнительные каретки, никакие дополнительные приспособления. Все элементы и все операции, которые выполняются на нашем курсе, выполняются вручную. Именно поэтому наш курс предназначен для абсолютно любых вязальных машин. То, что мы с вами будем делать, доступно каждому владельцу двухфонтурной вязальной машинки. Итак, из чего же будет состоять наш курс? Первый урок. Рукавица без швов. Это рукавичка. Круговым вязанием выполнена. И какие в ней есть нюансы? В этой рукавице есть несколько нюансов. Во-первых, частичное вязание на резинке. Во-вторых, верхняя часть мысок, которую мы заканчиваем. И самое интересное, это смена цвета при круговом вязании. Многие знают, что при круговом вязании, при смене цвета образуется очень неприятная ступенька. Как избегать таких ступенек при вязании спицами, знают многие. Как избегать таких ступенек при вязании на вязальной машине, знают мало. Вот те, кто у нас будет учиться на этом курсе, тоже узнают, как избегать ступенек при смене цвета на круговом вязании. Плюс к этому мы с вами провяжем пальчик круговой. А это значит, что если вы захотите, вы сможете провязывать и перчатки. Вам будет доступен и такой вариант. Вторым уроком у нас пойдут бесшовные колготки с косой по боку. Вот так они выглядят. Это тоже круговое вязание. То есть бесшовное вязание на двух фонтурах – это круговое вязание. При традиционном использовании двух фонтур на вязании колготок, если мы вяжем косу, многие ее выполняют по передней части ноги, потому что это логично. Если поставить нашу колготку так, как она обычно стоит при круговом вязании, логично вязать косу по передней части. Многие так и делают. Либо просто ничего не вяжут, потому что им не нравится коса спереди. Если вы при таком традиционном подходе будете вывязывать косу сбоку, то она попадает как раз между двумя игольницами. И вывязывать косичку между игольницами физически невозможно. Плюс к этому у нас появляются очень некрасивые ступеньки при убавках, потому что если делать традиционно, как это привыкли многие, убирать крайние петли сразу с двухугольниц, при вязании образуется тоже очень неприятная ступенька при убавке. И эта ступенька не всегда даже разглаживается после глажен тепловой обработки. На этом уроке я показываю, как можно выполнить колготки круговым вязанием, при этом сделать очень гладкие убавки и коса у нас будет на своем традиционном месте. Сбоку мы выполняем косу, мы выполняем носочек, мы выполняем очень интересное закрытие петель мысок. Но как таким приятным дополнением, как бы бонусом к этому уроке, появляется знание того, как вязать круговым способом носки. То есть вы сможете не только вязать косы, не только вязать колготки, но и носки. Что для многих тоже представляет определенную сложность, после этого урока эта сложность у вас пропадает. Все становится очень понятно. Третий и четвертый урок у нас посвящены складкам. Гофре и плесе. Гофре и плесе отличаются друг от друга только размером складок. Гофре имеет складки одной длины, одного размера. Плесе имеет складки разного размера. За счет этого они как бы ложатся в бок. Есть гофре и плесе долевого исполнения. Это традиционное исполнение, которое очень многие используют за его простоту. Здесь все дело в разборе игл. И мы с вами разбираемся тем, как разобрать иглы, чтобы выполнить эти складки. Урок состоит из двух частей. Первая часть как раз и занимается тем, что мы разбираемся, какие бывают в виде складок. Как их выполнять, как выполнять раппорт, как провязывать складки, чтобы они были широкие, либо узкие, мягкие, либо жестко стояли. Симметричные и асимметричные. Ну симметричные и асимметричные, это собственно и есть гофре и плесе. То есть разобравшись с этими вопросами, мы с вами без труда провязываем юбку плесе долевую. То есть вторая часть этого урока, это полное вязание юбки плесе, отснятие мерок, создание схемы, разбор игл для раппорта, провязывание, сшивание, оформление. То есть это полный урок по созданию юбки. Вот так выглядит эта юбка. Вот она на нашей модели. То есть эта юбка отличается тем, что она в свободном состоянии, имеет вид прямого изделия, но при этом достаточно широкая и не мешает ходить. А вот так выглядят те складки, которые мы с вами разбираем на уроке. То есть вы видите жесткое закладывание складок, заложенные складки и мягкие. Складки волнами, складки встречные и складки гофре. Это как раз то, что мы проходим на уроке. И они все имеют разный раппорт, как создавать такие раппорты, как провязывать, я рассказываю в этом уроке. После того, как вы изучите этот урок, отвяжете его, такие вопросы вас больше не будут волновать. Вы прекрасно сможете создать собственный раппорт и провязать под нему любое изделие. Четвертым уроком у нас идет гофре и плесе поперечные. Этот урок, мне кажется, сложнее, но и интереснее, потому что дает больше возможностей для творчества. Этот урок также разделен на две части. Первая часть, когда мы с вами разбираемся, что же такое за поперечные складки, как они создаются, как их рисовать, как их закладывать, как их рассчитывать, что же это такое за поперечное вязание. Потому что этих складок получается гораздо больше, чем в предыдущем уроке. Они могут быть, опять же, широкие, узкие, мягкие, жесткие, симметричные, асимметричные, все то же самое. Но плюс к этому еще бывают встречные, однонаправленные, ровные, расклешенные, однотонные, многоцветные. Ровные и расклешенные. То есть при вязании поперечных складок есть возможность вязать клинья, то есть увеличивать количество рядов с одной стороны. И получается у нас юбка с расклешением и очень сильным расклешением. Это то, что не исключено в предыдущем варианте. Здесь это возможно. И плюс к этому можно вязать двухцветные складки. То есть с одной стороны складка имеет один цвет, изнутри другой. Вот так это выглядит. Потому что второй частью мы вяжем с вами вот эту юбку. Полностью от снятия мерок, создания рапорта, провязывания, сшивания, оформления. То есть полный урок по созданию вот такой замечательной юбки поперечной. Вы видите, что она имеет сверху один цвет, изнутри складки у нас имеют совершенно другой цвет. И при ходьбе эти складки видны вот таким вот образом. Очень интересное вязание. Так вот выглядит эта юбка. Практически солнце-клеш. Двухцветный. То есть когда она лежит, либо когда она в свободном состоянии, она синяя. Стоит вам пойти и вы получаете вот эти белые складки снизу. Очень интересное вязание. Кто будет у меня изучать этот урок, то тоже сможет провязать себе или ребенку вот такую интересную модель. Курс сложный. Курс интересный. И рассчитан на то, что вы будете получать от него удовольствие и провязывать все уроки. И те, кто у нас все уроки отработает. То есть отчитается по каждому уроку за два курса. То есть за первый курс и за второй курс. Мы поощряем дополнительный урок. Мы даем возможность изучить шапку брюш. Вот так выглядит эта шапочка, которая у нас представлена в уроке. Хочу сразу предупредить, что это простой брюш. Брюш выполненный спицами. Конечно, очень интересный. Потому что там идут пересадки полос. Там идут разнонаправленные вязания. Здесь на вязальной машинке сделать это практически невозможно. Потому что все петли жестко закреплены на своих местах. И для того, чтобы поменять их местами, у нас просто не хватит натяжения нити. Поэтому брюш мы вяжем простой, просто полосками. Но зато красиво и необычно его оформляем. И мне очень забавно было слышать, когда девочки им говорили, что подумаешь брюш. Берете накиды с двух сторон и провязываете разные... Меняете цвет, получатся полоски как в бриоши. Подумаешь. Так вот, для тех, кто тоже так считает, я специально показываю этот образец. Когда берутся накиды с двух сторон, провязываются со сменой цвета нить. Вы получаете отличные, прекрасные полоски, только горизонтальные. А бриошь представляет из себя полоски вертикальные. Что невозможно при стандартном подходе к нашей вязальной машинке. Здесь есть нюансы, здесь есть особенности, которые нужно знать. Опять же, это дополнительный плюс к тем, кто работает со своей машинкой, изучает ее, хочет досконально изучить ее возможность. Вот для особо трудолюбивых учеников мы даем возможность узнать и вот такой нюанс работы с вашей вязальной машинкой. Если вас заинтересовал наш новый курс, пожалуйста, нажимайте нравится, делитесь этим видео с вашими знакомыми. Подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе обновлений. Обязательно приходите на наши открытые вязальные посиделки по вторникам и четвергам. Ждем вас в нашей школе машинного вязания, где мы обучаем свою не абсолютно любую вязальную машинку с нуля. Полную информацию о наших курсах вы можете увидеть под этим видео и на сайте Изба Вязали. Ваша Наталья Некрасова.